Здравствуйте! Я Надежда Попова. И сегодня мы в нашей любимой кулинарной студии ТАРТ готовим сыр из фермерского свежайшего молока. У нас в гостях прекрасный сыровар Ирина Герасимова. Ирина, привет! Привет! Какой сыр мы будем готовить сегодня вместе? Сегодня мы готовим кипрский сыр халуми. Этот сыр специально для жарки на гриле, но его можно приготовить не только на гриле, но и дома на сковородке или в духовке. Отлично! Давай начинать? Давай! Ирина, помимо вышеперечисленных ингредиентов, какое-нибудь специальное оборудование для приготовления сыра требуется? Для приготовления сыра для домашнего сыроделия вам потребуется кухонный термометр, мерные ложечки, форма для сыра и дренажный коврик. Ну и, конечно же, сычужный фермент. Без него сырочек и молочко, точнее, не превратится из жидкого в гелеобразное состояние. Вот такой набор юного сыровара. Дренажный коврик, мерные ложки, термометр погружной. Ну, можно любой, да? Да, любой, экономичный. Термометр подойдет. И, конечно, сычужный фермент. Сейчас мы будем готовить параллельно сразу две порции, потому что это чертовски вкусный сыр. Я у Ирины пробовала. Рассказывай, как мы это будем готовить. Итак, мы сегодня готовим из трех литров молока, то есть три литра у меня в кастрюле, три литра у тебя. Итак, взяли молочко, вливаем в кастрюлю. Мы перелили наше молочко в кастрюле, включили небольшой нагрев и начинаем постепенно нагревать молочко до 32, максимум 35 градусов. Итак, у нас есть термометры со щупом. Включаем, да, и начинаем вот так вот аккуратненько помешивать молочко, чтобы нагрев молока был равномерный. 32 градуса. Почему? Нагреваем мы молочко до 32 градусов для того, чтобы внести туда сычужный фермент. Вносить мы будем сычужный фермент, чтобы наше молочко из жидкого состояния перешло в гелеобразный. Расскажу, что же такое сычужный фермент. Расскажи. Сычужный фермент, этот фермент, он содержится в желудках телят. Когда теленок потребляет молочко, он не потребляет же его жидким, он перерабатывает его как раз гелеобразным. Благодаря этому ферменту молоко переходит из жидкого состояния в гелеобразное. Полностью натуральный и добывает его тоже из, собственно, желудка телят. Прекрасно. Так и написано, кстати. Натуральный телячий сычужный фермент для сыроделия. Когда будет 32, тогда мы его будем добавлять. Да, 32 градуса у меня уже почти. Проверим, проверим. Молоко пахнет коровой. Чувствуешь? Натуральное, фермерское. Ирина, где ты берешь молоко для приготовления данного сыра? Для сыроделия используется только сыропригодное молочко. Это фермерское молочко, цельное, не пастеризованное. У меня уже 32 градуса, я выключаю. У меня тоже 32, я тоже выключаю свою плиту. У нас есть такие вот мерные ложки. Сколько здесь? 1 миллилитр. 1 миллилитр. Теперь мы должны 1 миллилитр, это примерно 10 капель, 13, сычужного фермента, развести в 50 миллилитрах водички комнатной температуры. Водичку лучше использовать пастеризованную, ну, то есть кипяченую. Стерилизованную даже. 13 капель. 13? Да. Так, 1 миллилитр. Я тоже добавляю 13 капель. Все, буквально 2 минуточки и вливаем в молоко. А, нужно постоять? Да, 2 минуты он у нас сейчас постоит, водички, и вливаем в молоко. Прошло 2 минуты, что мы делаем? Теперь вносим наш сычужный фермент, разведенный водички, в молоко. Помешиваем. Сначала, да, по всей поверхности, аккуратно, небольшой струйкой. И хорошо перемешиваем. Все, теперь нам надо накрыть крышкой и оставить в покое на 30 минут. Теперь мы должны проверить наш сгусток, какой получился. Давай. Значит, молочко перешло в гелеобразное состояние, видишь? Плотный сгусток достаточно, созрел. Теперь мы должны перейти к нарезанию колье, сырного колье. Колье мы должны нарезать по 2 сантиметра кубиками. Кубиками по 2 сантиметра, Надеж, получается. Да, да. И теперь давай еще подрежем вот так вот. Вот так вот, как бы, посерединке вот так вот сделаем. Да, как бы изнутри прорежем, чтобы вот, красота. Все, теперь мы должны нагреть молочко до 38 градусов, также на небольшом огне, и вымешивать при этом зерно. Порядка 15 минут, 20, это должно занять у нас. Итак, 38 градусов, 15 минут всегда при 38 градусах. Да, мы должны нагреть до 38 градусов. Время примерно вымешивания зерна займет 15 минут. Сначала нагреваем, потом вымешиваем, или параллельно? Параллельно мы и нагреваем, и вымешиваем. Берем наш кухонный термометр, шумовочку, и начинаем вот такими плавными движениями вымешивать зерно. Где крупные, что мы подрезаем? Можно даже огонь убавить до троечки, чтобы здесь вымешивание зерна у нас происходит не сильно интенсивно, чтобы у нас, как бы, оно совсем не превратилось в кашу, да? Без фанатизма. Легкими, плавными движениями руки. Медитативно. Зимнее молоко, оно отличается по своим органолептическим свойствам, ну, от летнего. Летнее, конечно, молоко больше имеет кальция, ну, этих белков, жиров, да, показателей выше, чем у зимнего. То есть, одна и та же корова может летом давать одно молоко по органолептическим свойствам, а зимой другое. Вот. Летнее лучше? Летнее, оно, да, оно более, скажем так, стабильное, чем зимнее. Поэтому, в особенности, если мы пастеризуем молоко, то обязательно при пастеризации добавлять флористый кальций, и восстанавливать в молоке необходимое количество кальция. Ирина, посмотри, у меня хорошее зерно. Да, зерно у тебя хорошее, но, видишь, попадаются крупные зернышки. Их можно порезать. Ножом? Да. То есть, берем крупное зерно и вот так вот чуть-чуть измельчаем. То есть, задача на этом этапе сделать более мелкое зерно. Да, более мелкое и плотное зерно. Мелкое, плотное зерно. Но, напоминаю, без фанатизма. Кашу мы не будем готовить. Потому что, чем мельче зерно, мелкое зерно вообще, оно больше подходит для твердых сыров, для приготовления твердых сыров. А халуми какой? А халуми у нас мягкий сыр, он между твердым, да, и мягким. Поэтому, для халуми нам нужен такой вот среднее зернышко. Так, у меня 38 градусов, я выключила плиту и совершенно спокойно дальше вымешиваю. Правильно? Да, то есть, весь процесс у нас должен занять порядка 15 минут. Вот, за эти 15 минут мы смотрим по внешнему виду зерна. То есть, как только оно у нас становится вот такое мелкое, мы останавливаем процесс и переходим к следующему этапу. Наши зернышко стало достаточно плотным. Какой же теперь следующий этап? Переходим к перекладыванию сыра в формы. Ога. Так, у меня тоже есть. Значит, у нас есть такие специальные формочки для сыра, в которые мы сейчас будем перекладывать наше зерно. И аккуратненько вот так вот перекладываем в формы. Драгоценную сыворотку мы никуда не деваем, потому что после халуми мы сможем приготовить сыр рикотта. На сыворотке? На сыворотке. Ирина, ну у меня закончилось все зерно, больше ничего нет. Отлично, это значит мы переходим к следующему этапу самопрессования сыра. То есть, мы переложили вот все зерно в формочки. Теперь мы оставляем на полчаса с одной стороны. У нас постепенно будет отходить сыворотка. Полчаса с одной стороны, полчаса потом мы перевернем, он еще полежит с другой стороны. Итак, сейчас масса стекает вот так. Затем мы достаем эту массу сюда, переворачиваем, и стекает еще полчаса. Совершенно верно. И происходит самопрессование. Да, самопрессование сырока начнет приобретать форму. Привет, ждем полчаса. Будем переворачивать? Будем переворачивать сыр. Для этого мы оденем перчатки. Так, берем аккуратненько сырочек в формочку. Так, переворачиваем и опускаем обратно. И оставляем еще на полчаса. Да. Так, ну что, готов сыр? Полчаса еще прошло? Да, прошло полчаса. Наш сырочек спрессовался. Смотрите, какой красивый сырочек у нас получился. Красавчик! Смотрите, у меня какой толстун. Да, у тебя толстенький. Аппетитненький. Смотрите. Теперь мы переходим к следующему этапу. Нам необходимо сырочек наш поварить в сыворотке. Еще варить будем? Еще будем варить. Я думала, он уже готов, такой красивый, аппетитный. Итак, мы всю сыворотку, которая у нас была, перелили в одну кастрюлю. И в ней сейчас будем вываривать сыр. Мы заранее включаем, подогреваем ее? Да. Мы нагреваем нашу сыворотку до 85-90 градусов. Помещаем туда потом наш сыр. Но чтобы он не подгорел, лучше на низ, на дно кастрюли положить или тарелочку, или вот такую металлическую штучку. Покажи. Ирина, 85 градусов. Отлично. Это значит, мы можем поместить наш сырочек в сыворотку. И варить его примерно 20 минут до того момента, пока наш сырочек не всплывет. Хорошо. Опускаем? Опускаем. Парам-парам-папам-папам. Так. Я пока уберу термометр. Итак, мы поместили наш сыр в сыворотку. Температура сейчас у нас 85 градусов. Будем вываривать в течение 20 минут примерно в этой же температуре. Мне кажется, он всплыл. Так и должно было быть? Да, все правильно. Сырочек всплыл, и значит, мы можем его вытаскивать. Он уже практически готов. Дренажный коврик? Да, нам потребуется дренажный коврик, чтобы лишняя влага у нас отошла. И сырочек у нас остыл. Что мы теперь с ним делаем? Теперь осталось сырочек наш посолить и придать ему классическую форму сыра халуми. Чуть-чуть сейчас остынет, перевернем и еще раз посолим и посыпем мятой по классической рецептуре. Можно чем еще посыпать? Можно ничем не сыпать. Можно базиликом, прованским травом, на любителя. Теперь необходимо, значит, прошло у нас 5 минут, мы переворачиваем сырочек и солим его с другой стороны. Обильно солим? По вкусу. Посолили. Да, и теперь мы должны придать нашему сырочку форму. Сначала мы придаем форму блинчика. Вот так вот разминаем его. И смотри, мы можем сделать форму свернутого блинчика или оставить его в форме блинчика. Давай попробуем два варианта. Я оставлю в форме блинчика. Ты оставишь в форме блинчика. Ты знаешь, как выглядит классический халуми. Но классический мы вот... Теперь мы оставим сырочек еще на 5-10 минут при комнатной температуре, чтобы он у нас остыл. И после этого, при желании, по классическому рецепту, его можно справить мятой. Сухой. Сухой, да. Или же другими травами. Но у нас сегодня классический рецепт. Мы делаем халуми именно с мятой. Сухая мята. Сухая мята. Берем, значит, сухую мяту. Отрываем лепесточки. Листочки. Да, листочки. Мята натуральная. И небольшим количеством, вот так вот ручками переминаем, и посыпаем нашу сырочек. С одной стороны чуть-чуть. Переворачиваем. И посыпаем с другой. Какое хорошее сочетание, кстати, сыра с мятой. Неожиданное. Я думала, что там прованские травы, базилик. Сыр халуми, он идеально сочетается, как и с мятой, такими соусами, как клюквенный, брусничный. То есть, это такой сыр, который можно подавать как с солеными вариантами соуса и трав, так и со сладкими, типа как клюквенный или брусничный. И все готово. Можно подавать? Нет. Нет. Желательно, чтобы сырочек у нас остыл, можно его поместить в холодильник хотя бы на 2-3 часа. Тогда можно. Но в идеале выдержать сутки. Можно чуть дольше. Тогда сыр наберет кислотность и станет более насыщенным вкусом. А, мы же его будем жарить. Это же для гриля. Да, сыр для гриля. Получается, для того, чтобы его пожарить, необходимо дать ему немножечко пожить своей жизнью в холодильнике. Совершенно верно. Ну что, отправляем в холодильник? Вряд ли мы сутки, конечно, подождем, но пару часов он нас подождет. Итак, у нас два прекрасных сыра, которые получились из скольких литров молока? Из шести литров молока. Мы получили два кусочка, примерно по 500 грамм. Так как халуми сыр для жарки, мы его будем сейчас готовить на огне. Я предлагаю вот этот кусочек приготовить на сковородке гриль. Подходит? Отлично. Что с этим делать? А этот мы пожарим у нашего друга Александра, мастера по грилю. Да, Александр Данких, супермастер по грилю. Мы к нему поедем в гости, и он на открытом огне, на гриле, приготовит самый вкуснейший халуми в мире. У нас будет тоже очень вкусный. Начнем с нашего, который мы приготовим прямо в домашних условиях, на сковородке гриль. Итак, мы приступаем к последнему этапу, предпоследнему. Последним будет то, что мы будем съедать этот сыр. У нас есть сковородка гриль, которой нужно маслом. Чуть-чуть добавить туда масло. Размазываем и нарезаем. Смотрите, нарезаем мы вот такими пластами по толщиной, но где-то по полтора сантиметра, чтобы потом нам это все на сковородочке красивенько пожарить. Что делаем с сковородкой? Раскаляем ее. Средний огонь, значит, для сковородочки. Но я также готовлю сыр в духовке на режиме гриль-конвекция. Тогда масла не нужно добавлять, достаточно просто положить на пергамент и поставить режим гриль-конвекция. Градусы? 200 градусов. На решетку или на противень? На противень с пергаментной бумагой. Я представляю, что это должно быть вот так. Хорошо, давай так. Мы все равно их будем переворачивать. Ну, там останутся решеточки. Понимаете? Решеточки, это важно. Сколько это волшебство будет длиться? Пару минут, переворачиваем и подаем. Прекрасный завтрак. Представляете, как здорово пожарить с утра сыр? Он не расплавился, он такой ароматный, он такой красивый, он такой сытный, аппетитный, здоровый. И все это сыр халуми. Специальный сырочек для жарки на гриле. Что это? А это у нас брусничный соус. Можно подавать халуми как с брусничным, так и с клюквенным соусом, ну или с сметаном, как уже по вкусу. Утром, я понимаю, это можно выпить с кофе, а вечером? А вечером он хорош под вино и как отдельная закуска. Мне это нравится идея. Прекрасная идея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова